Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Йорцут одного великого человека, связанного со землей Израиля, был такой рабе Авраам Ишая Карелец, жил здесь до 1953 года, он больше известен как Хазон Иш, потому что это его книга была большая. В Израиле он совершил духовный переворот, я две месяца про него расскажу короткие, сказал однажды, как ему приписывают такие слова, а он всегда помогал любому благородному делу, там открытии Шива или что-то, он сказал, я богаче Ротшильда, и объяснил это очень красиво и образно. У Ротшильда есть только один кошелек, свой собственный, а у меня кошельки всех евреев мира. И действительно, он никогда не отступал перед какими-то экономическими трудностями, когда к нему приходили, к примеру, и говорили, что надо открыть Талмуд Тарак, какую-то Ишилу, нет денег, он из-под земли доставал эти деньги. И это делал человек, у которого была всю жизнь одна шляпа и один костюм, под которым он шел под хупу. И он при этом считал себя богаче Ротшильда. Хазон Иши известен еще, когда началось первое столкновение религиозных светских, и Бен-Гурион издал закон о призыве девушек, и был большой, там, цурс, не будем об этом говорить. Есть знаменитая встреча Хазон Иши и Бен-Гуриона, и на вопрос Бен-Гуриона, каким образом можно навести мосты между двумя частями общества, между харидимными и нерелигиозными, Но чтобы достичь хорошего существования, Хазон Иши сказал, я скажу тебе маленькую притчу. Две телеги, одна из которых нагруженная, другая пустая, едут навстречу друг другу, встречаются на узкой дороге. Какая из них должна пропустить другую? Ясно, что пустая должна пропустить. Так вот, наша телега наполнена Торой, заповедью, тысячи лет со времен дарования Торы. Тогда как ваша, Пустапа, сколько вы загружаете в нее всего лишь, начали вот недавно. Так что давайте найдем такое решение, чтобы пустая телега просто освободила дорогу. Вернемся к главе и к ту картину, которую нарисовали нам эти главы. Нам рисует Тора очень интересную картину. В самом начале, как только человеческая стала усиленно плодиться и размножаться, Всевышний решил предоставить ему карбланш, так называемый. Не наказывал его, запер категорию суда на замок такой, да. Тысячу лет первые люди были предоставлены сами себе. Они не чувствовали на загрифке руку хозяина. И результат этой безнаказанности, он был самым плачевным. Человечество совершенно утратило представление о законах, что написано, извратилась земля, перед Богом наполнилась там всякая. Короче, превратилась в человекоподобную грязь. А грязь и нечистоту смывают чем? В общем, вода, вода и Тора сравнивается, кстати, с этой же водой. И поскольку плотина суда была прорвана, потоп затопил мир. Потом был, ну, худо-бедно он справился со своей задачей, но без радости. Он видел тот мир, и все время считал, что этот хуже и так далее. Только с приходом Авраама Бог увидел, что человек появился, с которым можно разговаривать. Еще раз, что произошло? Ранняя история человечества, рассказанная Торей, это череда разочарований. Бог дает людям свободу, они злоупотребляют. Адам и Ева слопали не то, что надо. Каину билавили. Там в мире написано, извратилась всякая плоть. Бог создает порядок, а человек создает хаос. И даже после потопа человечество начало Вавилонскую башню строить, там всякое. Люди не разговаривают с Богом. Им не о чем разговаривать, они сами боги. И вот тут появляется Авраам. И вот что Авраам? А что главное отличало Авраама? Что в мире такое было? Не было, человек не брал на себя ответственность. Не с кем было поговорить. Адаму не хватало, он сказал, это не я, это жена. Жена вообще сказала, что это змей. Каин еще хуже, он личной ответственности, он морально. Он сказал, что я брату сторож, что ли, чего я должен. Нох не выдержал, когда увидел, что такое происходит. Он не стал просить за поколение, не стал ничего это делать. И вот в контексте Ноха мы теперь поймем Авраама. Он несет личную ответственность. Он видел, когда между пастухами, слотом что-то произошло, он говорит, что сразу давай разойдемся. Когда цари напали, что он делает? Собирает войско и идет на войну. То есть он принимает личные решения, берет личную ответственность и понимает, что его мир неотделим. Нельзя уйти куда-то, спрятаться от этого мира. Поэтому Ноах не просил, Авраам просил. Авраам даже Богу сказал, а если, может, такое. Он понял, что мы все несем ответственность за тот мир, в котором находимся. Хотя ты не президент, может быть, не премьер, не нерж, но никто не просит сворачивать горы. Наоборот, написано, работай в духовных мирах. Распространи урок, сам дай урок, прочитай один тегерим, какую-то книгу. И ты можешь еще больше изменить в мире, чем кажется. Чуть-чуть что-то скажи людям. Поэтому надо вот этот кусочек Авраама, умение брать на себя, сейчас проявлять больше, чем умение Ноха, там, спасти какую-то конкретную семью. Брахавы от слаха, хотя, честно, спасение тоже очень важно. Брахавы от слаха.